Зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Субтитры создавал DimaTorzok И конечно же, ни для кого не секрет, что гаджетами увлекаются все, в том числе и женщины. Тема нашей сегодняшней передачи – «Женщины и гаджет». Позвольте представить вашему вниманию наших дорогих гостей. Это Жанат Кизат Кзе, психолог, преподаватель психологии Академии Хайнар, а также Айна Дос Мохамбет Кзе, главный исполнительный директор школы программирования «Метод», известный блогер. Добро пожаловать нам в студию. Добрый день. Вы знаете, сейчас действительно очень важно обсуждается и среди психологов, и социологов такой вопрос, насколько эффективно использовать гаджет. Жанат Ханам, скажите, пожалуйста, в психологии как объясняется пристрастие к гаджету? Почему многие женщины, я думаю, не только женщины, интересуются, постоянно в руках держат свой гаджет? В психологии есть такое понимание нейромедиаторы и дофамины. То есть нейромедиаторы выделяют такое вещество, как дофамин, который очень тесно связан с чувством удовольствия, переживания. И, соответственно, использование и обращение к гаджетам, оно связано с этим веществом дофамин, который выделяется, когда мы рассматриваем эти картинки возникающие. То есть когда каждый раз она смотрит, то у неё в мозгу происходит, ой, я радуюсь кому-то, да? Да, выделяется это вещество, которое вызывает вот это чувство удовольствия. Хорошо. А вот в целом, как вы считаете, почему тогда в таком случае женщины, вообще люди постоянно как бы с пристрастием к этому относят? То есть им всё мало и мало. Вроде бы они посмотрели одну картинку, потом ещё хочется, ещё хочется. И как будто затягивает в этот процесс. Ну, на самом деле уже было сказано, что гаджеты, они уже прочно вошли в нашу жизнь. Сейчас представить жизнь современного человека, в том числе женщины, без этих гаджетов, это уже нереально. То есть они пришли в нашу жизнь, и другого формата жизни мы уже ожидать не можем. Они обслуживают наши профессиональные какие-то определённые моменты, они обслуживают наши познавательные моменты. И это достаточно естественно, хотя в психологии существует несколько разных мнений относительно того, насколько это полезно или насколько это может приносить вред. Есть мнения относительно вредности, которые некоторые учёные связывают с влиянием гаджетов на нашу психику, на нашу нервную систему, которые вызывают определённые процессы, связанные с агрессией, с повышенной какой-то чувствительностью, с какой-то эмоциональной, какой-то достаточно серьёзной зависимостью, с определёнными процессами общения, коммуникации, которые становятся достаточно затруднительными. То есть это, извините, а Жан-хан, получается вот эта вот агрессия, которую он испытывает, он испытывает из-за какой-то незавершённости, да? Например, что-то не закончилось ему в гаджете, он уже хочет, агрессивно реагирует на все внешности ему, да? Ну, учёные как бы это мнение развивают не только в отношении завершённости или достаточно длительной какой-то работы с определёнными гаджетами, но имеется в виду, что просто влияние присутствия этих гаджетов в жизни, оно может провоцировать или усиливать, так скажем, вот эти агрессивные какие-то состояния у человека, в том числе и у женщин. Но в психологии есть и другое мнение, которое не настолько напрямую связывает влияние времени, проведённого с гаджетом, или того, насколько мы сильно к этому привязаны, насколько они обслуживают нашу жизнь, не с этим связывают, да? А связывают, прежде всего, с теми внутренними процессами трудностей, которые человек сам себе несёт. То есть вот эти эмоциональные состояния, негативные эмоциональные состояния, которые связывают с влиянием гаджетов, они связаны в большей степени с внутренним состоянием, с теми внутренними трудностями, уже внутренними какими-то определёнными комплексами проблем, которые человек несёт себе ещё очень давно, ещё из детства. И на самом деле здесь вопрос внутренних, опять-таки, психологических состояний, то есть внутренних проблем, которые могут усиливаться или не усиливаться. То есть гаджет — это определённый инструмент. То есть получается, время от времени использование гаджета, оно как бы напоминает человеку о его каких-то внутренних проблемах или переживаниях. Хорошо. В связи с этим, Айнаханам, скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много разрабатываются мобильных приложений, всевозможные всякие наработки, программное обеспечение, хотят как-то разнообразить. Но как Вы считаете, насколько это эффективно и как это развивается сегодня? Ну, давайте начнём с того, что мы на это никак не повлияем. Это разнообразие было, есть и будет. Есть такая замечательная фраза такая «Лень – двигатель прогресса». То есть, грубо говоря, телефоны были, да, это придумано. Нам что-то лень, и мы придумали там. Упростить что-то. Упростили, да. И нужно понимать такую вещь, что когда-то у нас была эра открытий, когда мы придумывали телевизор, телефон, радио, самолёты. Сейчас эра развлечений. Хотим мы этого или нет, да? Поэтому нужно, как говорится, народ хочет хлеба и зрелищ, да. И, к сожалению, индустрия будет на это работать, в любом случае будет на это работать. Но вот есть такая вещь, да, как можно любую вещь использовать либо во благо, либо во зло. И человек в том числе может это сам контролировать. То есть, используя гаджеты, ты можешь расти, да, как духовно, физически, ментально. Так и можно деградировать. Поэтому, наверное, здесь стоит такой вопрос, как их правильно использовать. Да, да. То есть, сначала как определить, естественно, потом как их правильно использовать. То есть, нельзя сейчас напропалу говорить, что гаджеты – это плохо, это зло. То есть, что нам нужно от них избавляться, но мы от них не избавимся. Да, конечно. Есть хорошие моменты, да, у этих гаджетов. Нужно просто понимать, насколько это отнимает твоё время, насколько это тебе вредит и что тебе сделать для того, чтобы использование этих гаджетов было во благо тебе и окружающим. Замечательно. Мы как раз вернёмся к этому вопросу ещё, чтобы точно определить, чтобы нашим телезрительницам было понятно, чтобы их не затягивало слишком туда, да? Хорошо. Скажите, пожалуйста, Айна Хану, вот насколько вы дружите со своим гаджетом и как часто вы его сами используете? На самом деле, достаточно часто. Дружу я с ним очень тесно, да, и не всегда по моей инициативе, да. То есть, у меня, естественно, большая часть моей работы, да, даже, наверное, большая часть, она связана именно с телефоном. Но она действительно упрощает работу. Она упрощает, но, мне кажется, ещё зависит от того, какой ты человек. Я человек очень структурированный, мне не нравится, когда рабочие вопросы решаются в WhatsApp. То есть, для этого есть почта, для этого есть компьютер, я прихожу, открываю и читаю, да. То есть, мне не нравится, когда важный вопрос решается в WhatsApp, когда какие-то... Ну, потому что это не очень хорошо, и это не очень удобно, когда ты в маленький экран, там, что-то пишешь, какие-то там, даёшь задания или ещё что-то, да. Поэтому большую часть, конечно, я провожу в гаджете, но это не говорит о том, что мне это нравится. Это вот почему вот такой вопрос задаём, потому что нас вот интересует, да, например, насколько вы сами от этого устаёте, вот, например, да, действительно, это нужно, это полезно, это эффективно, но всё равно в конце дня наверняка есть такое чувство как-то... Абсолютно верно, да, Олега. На самом деле, да, у меня бывает момент, когда мне хочется просто так, известно, выкинуть телефон, потому что заходить там в социальной сети или нет, ты контролируешь сам, да. Группы, естественно, все у меня стоят на беззвучном, и мало того, я сразу всегда извиняюсь и говорю, что меня, пожалуйста, в группу не включайте. Я состою только в тех группах, ну, которые там очень нужны, да, допустим. Очень интересны там для вас. Может быть, даже не очень интересно, вот это я тоже на самом деле всё ограничиваю. Я состою в группах, которые, ну, по работе мне нужно, да, там, вот какие... Или, допустим, родственники, ты не скажешь, ну, ребята, извините, я выхожу, не беспокойтесь, да. То есть такие вещи, потому что не хочется обидеть родных. Вот, ну, они у меня все стоят на беззвучном, естественно, только на звуке у меня стоят. Те группы, в которых там есть мои мама и папа, да, то есть если я им в группу пригожусь, чтобы не было того, что я не услышала. Но всё время я, да, но тем не менее, я всегда прошу, чтобы мне звонили, чтобы мне не писали. Очень хорошо. Да, спасибо. Шанат Ханама, как обстоят дела у вас? Насколько вы дружите со своим гаджетом? Как часто вы им пользуетесь? Я думаю, что я пользуюсь тоже достаточно часто, да. И это тоже связано с определённой работой, с определённой, как бы, необходимостью, с востребованностью, потому что гаджеты, они несут нам поле информации, которое очень часто меняется, и необходимо постоянно, так скажем, да, где-то вот быть, да, заполнять, быть в курсе. Янат Ханам, вот это правда, что в психологии вот есть такая вещь, что когда вот возникает какой-то вопрос в голове, ему, человеку, хочется постоянно этот вакуум заполнить. Может, поэтому он постоянно при себе держит вот этот инструмент, как говорится, который может обеспечить ему эту информацию? Да, это на самом деле есть и существует такое мнение. Мозг на самом деле наш постоянно требует питания и насыщения. То есть есть определённая потребность. И эта потребность, конечно, хорошо удовлетворяется через вот эти самые гаджеты. Хорошо. Айна Ханам, скажите, пожалуйста, вот вы как блогер наверняка тоже следите за всеми, как говорится, тенденциями нашего виртуального мира. Вот сейчас какая тенденция? Вот у нас есть, например, WhatsApp, Telegram сейчас вот вышел, Facebook, Instagram и так далее. Вот какая из сетей более популярна сейчас среди молодёжи или, может быть, более старшего поколения? На самом деле это Instagram, YouTube. До блокировки в России Telegram, ещё был Telegram, да? Вот, даже большие бренды сейчас делают ставку, когда мы говорим про SMM на Instagram и на YouTube. Вот эти две сети. То есть это вот, мне тоже стало, знаете, интересно, что многие люди сейчас, они не смотрят, как говорится, такие видео, которые больше одной минуты, да? Вот как раз Instagram, да, это клиповым мышлением или как это называется? Им скучно, они уже там прерывают и хотят... Это та самая вот эра развлечения, о котором я говорила, да? На самом деле вот эта вот потребность, извините за тавтологию, потребность потреблять. Нам постоянно всё время хочется, то есть нужно что-то потреблять. Ну и плюс, знаете, это такой феномен причастности. Мы следим за звёздами, да, нам кажется, что раз мы видим, чем они целый день занимаются, и мы можем написать им комментарии, где-то получить ответ, у нас создаётся такой феномен причастности. Я причастен, ой, я могу до звезды достучаться, там, что-то ему написать неважно, хорошее, плохое. Мы смотрим эти клипы, они нам ближе становятся, как будто, да, то есть раньше этого не было. А потребность, главное, необходимость человека – это что? Это понимание собственной значимости, да, то есть все психологические тренинги, все тренинги по продажам, все тренинги по коммуникациям, они построены на этом феномене, да, человеку, да, понять, что он значим. То есть ты даже написал вопрос, да, там, ты звезда, там, какие очки мне идут больше? И у нас такое чувство, что у нас спросили, ух ты, моё мнение важно, дай-ка себе напишу, вот вариант один, вам классно, да? И вот это всё нас затягивает, да, то, что там в инстаграме можно свою жизнь на показ выставить, и на тебя смотрят, значит, ты значим, ты существуешь, да? Вот в это сейчас, к сожалению, наверное, немножко превратилось. Да, да, вы абсолютно правы. Вы знаете, вот мне стало интересно, действительно, вот были же времена, когда гаджетов не было, ну, это же потребность всегда была во все времена. А интересно, как они, вот, допустим, наши бабушки, дедушки, как они получали это чувство значимости? Вот мне интересно. А смотрите, если мы говорим про наших бабушек и дедушек, то тогда было то время, когда даже не во всех домах был телевизор. Ты не знаешь, ну, как бы не то, что не знаешь, ты не задумываешься о том, что за пределами твоего двора есть жизнь, что-то происходит, что у кого-то там платье от Гуччи, у кого-то там машина Rolls-Royce, да? Ты не знаешь. Ты примерно живёшь ты и твои соседи, и вы примерно одинаковы, да? То есть нельзя есть такое выражение. Ты – это среднее десяти, десятерых людей, с которыми ты общаешься. Примерно все живут на одном уровне. И нам казалось, что это норма, что за нашим двором точно так же живут люди, да? Это же потом началось вот это переселение, да, с села в город, они увидели, что, о, оказывается, жизнь здесь другая. А сейчас мы это видим, вот этот город мы видим в окошке нашего телефона. Получается, им, в принципе, не нужна была такая значимость в таком масштабе, как сейчас, да? Да, то есть если бы у соседа появилось, там, не знаю, там у него было три коровы, четвёртая, о, да, тогда я хочу четвёртую корову, да? Ну, то есть масштабы, видите, да, немножечко другие были. Сейчас просто это всё масштабировано, и вот это вот, всё вот это вот блёстками-пайетками, красивая жизнь, ну, тот же самый двор, но уже в другом масштабе. Уже в другом масштабе, да, замечательно. Шанат Ханам, вот как вы считаете, в связи вот с этим действительно, как сделать так, чтобы определить какую-то середину и именно учитывать вопрос здоровья, да, то есть экологичность? Что вот в психологии, что может психология предложить для того, чтобы мы как-то женщины, которые очень эмоциональны, как вы сами знаете, влезаем, вникаем во всё, что нам захочется, несвоевременно, как нам быть вообще? Ну, на самом деле затронута очень такая важная и глубокая проблема, потому что действительно присутствие гаджетов, присутствие вот этой красивой панорамной жизни, она на самом деле, как сейчас было вот сказано, она подняла очень многие какие-то темы, которых мы, может быть, раньше не представляли, и не представляли, как это на самом деле в нашей жизни всё присутствует. Поток вот этой большой информации, да? И потребности, которые человек умеет, они поднимаются благодаря этому, то есть усиливаются или актуализируются, человек, может быть, и даже сам и не подозревал, что ему хотелось, но вдруг ему захотелось, да, и это на самом деле, как было изначально уже сказано, что человек всё-таки может контролировать, но этот контроль и то, как он осуществляет этот контроль, насколько он избирателен вообще вот в своих интересах, в своём внимании к определённым темам, к которым он обращается, да, через эти гаджеты, к этим темам, это зависит от его внутреннего вообще состояния и мира. То есть он должен сначала определить, что ему надо, да? Насколько человек, да, во-первых, знает и понимает себя, свои собственные потребности, насколько он может определить границы вообще своего времени, своих собственных возможностей, своих ресурсов и вообще необходимости обращения к определённым темам, тем или иным, которые он открывает для себя через обращение, да, вот к этим гаджетам, вот эти вот окошки, которые позволяют. То есть необходимо ему для начала определить вообще до использования гаджета, например, утром встаёт, я больше чем уверена, что большинство жителей нашей страны первым делом, к сожалению, обращается, да, вот к сотовому телефону и просматривает всё это. Вот прежде чем вот это сделать, да, просматривать, необходимо сначала внутренне определиться, что мне нужно сегодня сделать без гаджета, да, то есть без просматривания. Просто я думаю, что вот эти гаджеты или те проблемы, о которых мы говорим в связи с их присутствием, они, скорее всего, выявляют эти проблемы, которые уже существуют, и эти проблемы становятся более зримыми и видимыми, нежели они их, как, скажем так… Были скрыты. Да, они не являются причинами, а просто выявляют те проблемы, которые в самом человеке есть. В принципе, есть уже. Да, в принципе, есть. Просто они становятся более видимыми. Хорошо. Айнаханам, скажите, пожалуйста, вот действительно, когда в погоне за информацией, в погоне, да, вот в современном мире, что всё успеть, я должна успеть это, я должна успеть то и так далее, даже при всём желании, вот всё это контролирует, иногда действительно возникает такое чувство, как будто надо постоянно в сотку посмотреть, надо постоянно наблюдать и так далее. И как вы считаете, является ли это уже интернет-зависимостью, и вообще существуют ли признаки, вот, знакомы ли с такой проблемой? Учёные говорят, что есть интернет-зависимость, она существует, как бы я с ними не хочу спорить, да, это люди, которые, это учёные, вот, а с другой стороны, наверняка, ну, она есть, да, и наверняка она проявляется в том, что ты, когда какое-то время остаёшься без телефона, возможно, ты становишься агрессивным, тебе чего-то не хватает. Но лично я на своём примере таких людей не встречала, и я не скажу, что, допустим, когда я перестаю смотреть, и становлюсь агрессивной. Наоборот, я замечала такой феномен, чем меньше заходишь в Инстаграм, тем меньше хочется. А, обратный эффект, да? Да, ну, по крайней мере, я сейчас говорю о себе и о моей ближайшей подруге, которая тоже блогер, да, она иногда говорит, ну, ты знаешь, вот, там, неделю я ничего не закидывала, и как-то не хочется. Я говорю, ну, то же самое, да? То есть, это опять вот это затягивание, чем больше ты это делаешь, чем больше тебе хочется, чем меньше, там, ты делаешь, тем меньше хочется. И я ещё заметила такую хорошую, наверное, тенденцию, когда у тебя в жизни, в реальной жизни происходят интересные события, ты, да, ты меньше хочешь заглядывать в телефон, что-то делать, да, и таким образом, например, я сама за собой наблюдаю. О, я начала меньше постить, значит, у меня моя жизнь становится интереснее, ну, это же классно. Да, то есть, действительно, иногда смотришь, если слишком активный пользователь, наверное, у него есть время на это, скажем так, да. Да, 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 когда у тебя в своей жизни ничего не происходит, ты хочешь это внимание взять из социальных сетей, начинаешь постить, там, или ещё что-то. Да, да, а когда у тебя хватает этого внимания в обычной жизни, в принципе, не возникает необходимости замайдывать телефон. Да, поэтому не зря, да, большая часть потребителей, именно соцсетей, это мамы в декрете. Потому что, когда у тебя однообразная жизнь, то есть, у меня трое детей, я знаю, что такое, как бы, да, вот, постоянно вариться в одном и том же, тебе хочется из этого выйти. Другое дело, что есть другие способы, но этот способ, зайти в телефон, это самый лёгкий. Самый лёгкий и простой. Абсолютно. А на самом деле есть очень много других способов, как заполнить свою жизнь другими интересными вещами. Замечательно. Айнахан, вот как блогер действительно в связи с затягиванием, у вас возникают такие моменты, когда творчество, именно когда, как часто, и что в основном сподвигает вас на это? Я слышала, что многие блогеры, когда, например, просто наблюдают или в транспорте находятся, они вот что-то такое промелькнуло, и у них сразу разворачивается целая там поэма, да, посты. Как у вас это происходит обычно? У меня, на самом деле, смотрите, есть как бы два типа блогера, да, скажем так. Многие блогеры, вот скажу вам честно, они работают для того, чтобы у них было много подписчиков, чтобы было много рекламы и много денег. Им не важно, о чём писать. То есть, да, у них есть определённое направление, у них есть определённый стиль, определённое количество людей, которые читают, но я сама состою в чате блогеров, я вижу, что в основном всё это уходит на рекламу. А есть другая категория блогеров, это люди, наверное, они, которые стали не специально блогерами, да, они стали, потому что как раз вот то, что вы говорите, они заметили какую-то социальную проблему, о ней написали, да. То есть, что-то, с чем они внутренне не согласны, у них есть какой-то определённый правильный вектор, они про это пишут. Ну, бывает блогеры, у которых неправильный вектор, но они об этом тоже пишут, да. Вот, и когда то, о чём ты пишешь, находит отклик у других людей, ведь ты не один об этом думаешь, да, просто ты думаешь и пишешь, а кто-то думает и не пишет. И этот думает и не пишет, он тебе оставляет комментарии, он подписывается, он тебя рекомендует, да. То есть, у нас на самом деле хороших людей-то много. Много людей, которые замечают проблемы нашего государства, или там своего двора, университета, неважно, да, и пишет об этом, и он не один такой. И за ним тянутся люди, да, и вот они становятся блогерами. Ну, они этого и не хотели, не было специальной какой-то самоцели такой, да. А есть вот, ну, как бы, большинство блогеров, это чисто, как бы, ну, работа на рекламу. Замечательно. Мне просто, знаете, интересно такой момент, что действительно, вот, вы же говорите, вектор, да. Вот, например, многие читательницы, мы вот, допустим, женщины, которые, как вы говорите, дома сидят, они же не смогут определить, у кого какой вектор, да. И вот обычно у нас такое мышление, да, Жанат Ханам тоже, то, что вот, то, что в новостях пишут, или, ну, и то, что в гаджете, там, где у кого-то пост, значит, все это правда. Ой, это, да, Алия Хан, это очень большая проблема. И меня удивляют такие звезды, такие блогеры и лидеры мнений, да, которые не задумываются о последствиях. То есть, когда я пишу какой-то пост, я всегда думаю, а как это повлияет на людей, у которых, там, не такая твердая психика, да, у которых, вот, подростки, которые только-только формируются, да, то есть, что я им дам через это, там, есть ли в этом что-то познавательное, есть ли в этом что-то правильное, да. И когда я, там, читаю звезд или кого-то, вот, которые пишут, ну, совершенно непонятные вещи, я говорю, слушай, а ведь за тобой люди пойдут, и ты за это, я считаю, ответственнее, да. Но я вам скажу, Алия Хан, у них немножко другое мышление в плане того, что я пишу только то, что я думаю, и раз они не подумали со мной, согласились, это их проблема. То есть, у них такое мышление, да, то есть, у нас другое, ну, как бы, мы все разные. То есть, получается, все равно, даже если мы, допустим, не блогеры, да, мы можем, мы должны все равно думать и о последствиях, и вообще, насколько, вот, например, действительно, даже если это пусть будет один подписчик, да, необходимо очень осторожно, как говорится, потому что это может повлиять на полностью изменение жизни. Мышление другого человека, да, поэтому, как бы, естественно, да, каждый человек в идеале должен себя спрашивать, да, что я хочу, что я делаю, но, к сожалению, я, как говорила, если у вас не устоявшаяся, там, психика, да, или нет какого-то определенного вектора в жизни, бывает, что жизнь тебя выбила из колеи, и ты пошел за тем, за кем, там, кто первым к тебе подошел, хороший или, там, плохой, неважно, да. Именно поэтому для этого я всегда говорю, смотрите на свое окружение, хотя бы на ближайших пятерых людей, с кем вы общаетесь, тесно и чаще всего. Вы, середина, вы примерно такой же. Не зря есть еще такое выражение, если девять ваших друзей миллионеры, вы десятые. Поэтому надо просто посмотреть, кто, если мои друзья, ближайшие пятеро, с кем я общаюсь, это безработные или люди с низким достатком, курят, пьют, ну, примерно я такой же, да, вот если обратить внимание, да, а если они успешные, там, пытаются работать, что-то делать, то либо я такой же, либо я становлюсь таким же. Вот мне кажется, надо начать с этого, да, а не с того, на кого подписываться. Да, 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 влиять все-таки, да, как-то это интересно. Хорошо. Как вы считаете, Жанна Тхановна, вот современные действительно семьи, да, вот многие мужья, допустим, или свекрови, или матери, родители наши, да, вот они жалуются в основном к психологам, обращаются вообще в целом в обществе, то, что дети, жены, скажем так, или дети слишком много внимания уделяют гаджету, а им не уделяют. То есть как все-таки найти вот этот способ, чтобы, несмотря на всю свою занятость, уделить должное внимание родителям, матерям и так далее. Вот они, потому что не так дружат с гаджетом, скажем так, как мы, да, и поэтому они как-то вот сильно обижаются, оказывается. На самом деле проблема гаджета, то есть ту тему, которую мы затронули в практике моей работы, она как раз-таки связана вот с этими и с другими подобными вопросами. То есть родители задают вопросы, и их как бы пугает или напрягает то, что их дети очень много проводят времени со своими смартфонами, телефонами, сидят в разных приложениях. Мужья очень часто, да, какие-то высказывают свои претензии, да, что женщины сидят в WhatsApp или в каких-то группах, да, и это определяет тоже определенное какое-то время или там настроение. Вот, но на самом деле вообще в психологии, вот с точки зрения психологии, я думаю, этих мнений на самом деле, это мнение не одно, их много разных мнений, но в чем они сходны, это в том, что за этим стоит какая-то определенная тоже потребность, то есть нужно понимать, что ищет ребенок, да, то есть какие потребности удовлетворяются, то есть здесь тоже нужно не под одну, так скажем, да, какую-то основу, да, гребенку все подводить. Бывают очень интересные познавательные передачи, есть дети достаточно интеллектуальные и познавательные потребности, активность которых достаточно широка, и тогда они используют свои смартфоны в том, чтобы удовлетворить свою вот эту познавательную активность, они заходят там и энциклопедии, у них есть возможность посетить какие-то разные там музеи, поиск там новых словарей, каких-то определенных там, я не знаю, панорамных каких-то событий, да, быть участником, то есть это на самом деле расширяет, да, кругозор, и об этом тоже нельзя забывать. Здесь просто вопрос к родителям, как используют, да, как они используют, да, вот это время для общения вообще, как на самом деле они планируют это время, как они видят свою семью, как они выстраивают отношения, и как они понимают мир своего ребенка, потому что, ну, обиды – это просто, так скажем, это другая проблема психологическая, на самом деле, если родители обижаются на своих детей, то это вопрос для родителей, для их, так скажем, еще большего какого-то возможного уровня развития этих же отношений, потому что что же меня обижает в наших отношениях, почему я так обижаюсь, как бы я хотела, да, развернуть. – Родители вот в основном, знаете, на что жалуются, что вот, например, мы вот в обществе, да, такие милые, улыбаемся, со всеми такие вежливые, а потом домой приходим и становимся самими собой, и начинаем, возможно, где-то грубить, и где-то там резко что-то родителям говорят. И вот я слышала мнение одного ученого, он говорит, что толку от того, что вы делаете столько огромные благие дела в обществе, если вы самым своим близким это прежде всего не делаете, да, вот мне вот как-то тронуло мое сердце это, я даже сама задумалась, насколько я хорошо отношусь к своим, как говорится, близким людям. Айнахан, вот как раз возвращаясь к тому вопросу нашему, да, как эффективно использовать все-таки наш гаджет, как нам вот соблюсти вот эту вот грань, экологию, вот конкретные шаги, вот что бы вы предложили нам, нашим телезрительницам, как блогеры, продвинтый человек в этой области, что мы можем сделать, какие вот, скажем так, обязательные шаги мы должны сделать, чтобы уберечь себя от этого втягивания вот в этот виртуальный мир? Ну, в первую очередь нужно определить свою цель в жизни. Чего тебе нужно, да. Эта цель в жизни обязательно, знаете, она может быть как угодно, но она никогда не будет такой целью, я хочу стать блогером, да. Она не будет целью, я хочу постоянно сидеть в гаджете, да. То есть это будет какая-то цель, да, я не знаю, может, я хочу построить школу, да, допустим. Не знаю, я хочу стать там президентом какой-то корпорации, да. У тебя есть четкая цель, и когда у тебя к этой цели четко запланированы шаги и действия, то ты понимаешь, что очень малая часть этих шагов и действий завязана в телефоне. Это конкретные шаги и действия, которые ты должен сделать здесь и сейчас, в этом мире. Вот. Да, ты можешь найти формацию в телефоне, да, там, что-то сделать. Ну, допустим, те же самые марафоны, да. Есть полезные марафоны, прокачай себя, там, стань более позитивным, да. Почему нет? Также тот же самый, допустим, их можно использовать для чего? Вот будущее, это все-таки за информационными технологиями, да. То есть, как я говорила, хотим мы этого или нет. Телефоны будут, они будут совершенствоваться, да, будут совершенствовать программы и функции. Вот. И почему бы в свободное время не изучать IT? Например. Много не изучать программирование, да. Раз ребенок постоянно проводит время за компьютером, да, там, играет игры, отдайте ребенка на программирование. Возможно, из него завтра получится очень хороший IT-специалист, который сейчас зарабатывает очень большие деньги. И потом, IT-это такая профессия, которая, знаете, ты, может быть, юрист нужен в своей стране, потому что ты знаешь законодатель своей страны, там, всю юриспруденцию, но в другой стране ты не станешь востребованным юристом. А если ты IT-специалист востребован в своей стране, то ты востребован и в Штатах, ты можешь работать в Гугле, в Фейсбуке, в Oracle, да, потому что язык программирования – это единственная специальность, которая универсальная в любой стране. И сейчас на такие большие зарплаты берут айтишников и их ищут, потому что мир, он растет в два раза быстрее, чем мы успеваем за ним. Информационные технологии растут в разы быстрее. И отдай ребенка на программирование, изучи сама какие-то, да тот же веб-дизайн, как создавать сайты, зарабатывай завтра на этом деньги. То есть можно использовать гаджеты правильно, если у тебя есть правильная цель в жизни. То есть самое главное – определить свою цель и использовать гаджет только для этой цели, да, как говорится, а не просто там для этого. Ну, конечно, знаете, я тоже против того, чтобы ты постоянно делал только то, что надо, надо, надо. Потому что все равно, как вы говорите, развлечение. Развлекаться, да. То есть развлекаться, отдыхать в том числе. В этом плане. Но отдыхать можно правильно, да. Ну, то есть, дополняя Жанат Ханум про вопрос родителей детей, да, к сожалению, я не верю в то, что наши родители зададут себе вопрос, а что я могу дать. Это люди, выросшие в Советском Союзе. Это люди, где предмет психологии был абсолютно лишен внимания, да, правильного. И я не верю, что, допустим, мои родители тоже зададут, а что же я такого могу дать, чтобы там дети проводили время. Другое дело, что мы сейчас задумывались, это хорошо. У нас, например, есть традиция, да, семейный вторник, да, где мы с детьми садимся. Вот это интересно мне очень. Да, где мы с детьми, семейный вторник, это каждый вторник мы садимся, смотрим мультик, там, заказываем еду, да, там, кушаем нам весело, или мы играем там в стольные игры какие-то. То есть, если ты молодой родитель, вот наше поколение, если ты умеешь занимать своего ребенка, то, в принципе, ему не нужны гаджеты. И дети охотнее играют с родителями, нежели с телефонами, с компьютером. Если мы говорим про неподростковый, да, то есть до подросткового, если ты в этом сумел заложить, то отлично. Не сумел, скорее всего, он будет больше внимания уделять там телефонам, да, ну, дальше друзьям. Вот в связи с этим, вот как Айнаханам говорил, например, вторник, да, вот каждый вторник встречаться. Какие бы вы, как психологические, дали бы рекомендации родителям, чтобы они все-таки, несмотря на то, что они используют гаджет, потому что нужно, да, по работе, как бы они, как вот быстро восполнить вот этот вот вакуум у детей, потребность детей во внимании? Есть ли какие-то методы конкретные? Методы, конечно, есть, но насколько будут работать эти методы, зависит от того, насколько проблема запущена или она достаточно простая. То есть, и, как правило, часто вот эти предлагаемые методы, они достаточно, ну, они есть, и вот даже вот то, что вот сейчас была Айнаханам сказала, там, вторник, то есть это какие-то определенные уже, это семейные... Профилактика уже даже, да. Да, это какая-то семейная концепция, достаточно в таких хороших семьях, да, которые... Продвинутых. Достаточно сложившихся, продвинутых люди, которые понимают свои роли, да, есть какая-то определенная степень ответственности. И тогда, да, вот эти советы, то есть возможность там каких-то уикендов, там, да, каких-то совместных, каких-то хобби, да, она достаточно, так скажем, работает и будет действенной. Но я хочу сказать, что то, что я вижу сейчас на сегодняшний день, сталкиваясь со многими, да, темами запросов и проблем родительских, этого, к сожалению, недостаточно. То есть требуется большая работа, больше внимания, да. Здесь требуется вопрос просто к своей личности. Потому что вот то, что до этого я говорила, есть эго мамы, есть эго жены, есть эго женщины. И это совершенно, да, эти линии развития, то, как мы развиваемся в этих состояниях, это разные линии. И у нас есть возможность развиваться и расти, так скажем, да, и в шире высоту, и в ширине. То есть есть куда расти. И если женщина утверждается или состоялась как женщина, то есть у неё достаточно такие развитые отношения там, да, со своим мужем, как партнёрские отношения, и она может, так скажем, думать, что вот это позволяет и утверждать, что она и в состоянии эго мамы там состоялась, то это не совсем верно. То есть, получается, она пока женщина, допустим, находясь в разных ролях, то есть где-то она мама, где-то это, получается, она каждой своей роли должна равномерно распределить и время, и, как говорится, внимание, да? Айнаханам, скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к вопросу гаджетам, да, вот он нам действительно заменяет немного как будто бы друга, да? Вот можно так сказать, он такой помощник, в котором мы находим всё необходимое, ну, по крайней мере, не всё оно, большую часть необходимости мы там находим. А может ли, как вы считаете, в будущем это привести к тому, что женщины, они вот перестанут вообще искать других настоящих друзей, вот как-то будут отдаляться от общества, будут уединяться со своими гаджетами? Я не могу сказать, произойдёт ли это или нет, но я надеюсь, что этого не произойдёт. Дай бог. Дай бог, да. И мне всё равно кажется, то есть, наверное, мы так далеко сильно не зайдём, да? Всё равно есть такие вещи, которые тебе гаджет не может дать, да? Ну вот там, не знаю, поссорилась ты с мужем, поплакала у подружки на плече. То есть гаджет тебе не даст совета, не выслушает, да? Есть такие вещи, там, чай с гаджетом не попьёшь, да? То есть есть такие вещи, которые гаджет, ну, пока не может заменить, я надеюсь, никогда не заменит. Хорошо, замечательно. И наша передача подходит к концу. Уважаемые гости, если вы позволите, по, ну, несколько слов, резюмируя вообще всего, что сказано, в качестве конкретных рекомендаций для наших телезрительниц в отношении к гаджету. Ну, опять-таки, это вопрос такой личностный, то есть личностного плана, да, то есть возможности контроля, насколько мы вообще можем что-то контролировать, как мы можем контролировать. И действительно... На что обратить нам внимание? Да. Обратить внимание, я думаю, нужно на, опять-таки, те, вот, как Айна Ханом совершенно верно сказала, на те цели, на те значимые для нас стороны жизни, что для нас важно, что для нас значимо. и, так скажем, уметь структурировать, работать со временем, то есть есть понятие такое тайм-менеджмента. И я думаю, вот в отношении вот этих вопросов, я думаю, структуру времени, это поможет нам где-то ограничивать, контролировать, и, так скажем, регулировать наше время в общении с этим гаджетом. Хорошо, благодарю вас. У меня, наверное, будет три рекомендации, да? Уважаемые телезрительницы, в первую очередь, наверное, обратите внимание на ваше окружение, живут ли они той жизнью, в которой хочется жить вам, потому что вы примерно такими же и будете, да? Вторая рекомендация, наверное, поставьте себе четкую цель в жизни, поймите, чего вы хотите, и идите к ней. И третья рекомендация, наверное, если вы используете гаджеты, то используйте их правильно, для того, чтобы они привели вас к вашей дальнейшей цели. Изучайте языки программирования, IT, пусть ваши дети тоже это изучают. Это то, что вам завтра даст пользу. А мы напоминаем вам, уважаемые телезрители, что тема нашей сегодняшней передачи это «Женщина и гаджет». И у нас в гостях была Айнадус Мухаммед Каза, это главный исполнительный директор школы программирования «Метод», известный блогер, и Жанат Кизатказа, психолог, преподаватель психологии Университета Кайнард. До новых встреч, уважаемые телезрители. Надеемся, что в будущем мы затронем очень много интересных тем. Ассаляму алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова